Девушки отдыхают То есть в обязательном порядке, там слышно, бабушка ему говорит, папа звонит, он все бросает и летит, клеит телефон. Тоже любят поковыряться, есть техники всякие, холодильники, стиральные машины, все повключают обязательно, везде залезет. Такой он жизнерадостный очень, Вячеслав Борисович. Сейчас ему уже пять лет, будет семь. Куда пойдем-то сегодня? В любви. Да, я не к тебе не буду. Какая-то вопрос, я не знаю. Начальство считает, что достаточно хорошо работает. Не знаю, я не трачу деньги, у меня их нет. Дай меня посудить именно за то, что я сделал. Делал-делал, получил наказание за него. Круто, дисплей даже есть. Легче-то мне на английском-то ее дал. Не грамотный, что ли? Нет. Я французский изучал в школе. Кого волнует такое горе? Смотри. Рекоменция при съемке на месте событий. Ранее продумайте эпизоды, которые вы хотите снять. Подумайте о заключительных кадрах и словах. Подумайте о том, насколько подходяще вы одеты. Вы подходяще одеты. Я вообще замечательный одет. Не следует снимать слишком много. Я тоже так считаю. Бережно относитесь к кассетам. Где, где, покажите. Ко всему нужно относиться, бережно. Читай, а что мне делать-то снимать. Можно, наоборот, у нас по грамоте, ты будешь читать, а я буду осваивать свой инструмент рабочий. Я немецкий учил, я вообще делов не знаю. Я не люблю этот варварский язык. Ну, я про английский. Смотри. Что? Хоть по-французски, хоть по-немецки, хоть по-китайски. А все нормально, авто поставим, как обычно. А какое авто? Зоняшка. А если бы куда-нибудь... Что ты, как колхозик, воду тебе аналога, входы, выходят? Я просто ознакомлю, что ты... Работайте. Человек, вроде только что вышел с длительного свидания, не успев еще переварить толком вольные пирожки, Крушина накинулся на новую видеокамеру. Ты куда с камеры прилетел, ты поехал? Ну, приду, узнаю. Куда? Что у тебя началось это опять? Это обострение у них, что ли, или что? То время, пока наследие, как правило, набегает масса нерешенных проблем, задач. Плюс новая техника. Это, конечно, очень интересно. Здравствуйте. Боря, 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 Боря. Мне звонили с отряда на другом, по сути. Сейчас подержим. Что приезжали тут корреспонденты из канала 41-го. Ну и было отмечено, что у них модель камеры даже старее, чем у нас. То есть у нас самая новая. Не видел, не держал. Попробовать надо. У меня сейчас напарник появился. Мы там сидели, наверное, на сутки. Покрутить то, попробовать это, повернуть туда. Я хотел купить самые ходовые товары. Печенье, конфеты. Я не знаю даже. Я первый раз ходил, не знал, что там есть. На ходу хотел разобраться. Столка еще. Надо идти. Сейчас пойдешь. Пусть все равно не опоздали. Пока все соберутся. Извечная проблема Бориса. Ну, недостаточно многих руководителей в наше время. Он слишком много времени уделяет именно все вот это техническое дребедение. КТВ в первую очередь это люди. Это творческие личности, креативные ребята. Это же колония. Тут нельзя взять. Захотел, пошел туда. Захотел, пошел сюда. Магазин единовременно. Нужно пойти один отряд. Составляется расписание администрации. То есть какой отряд в какой день идет в магазин. Каждый отряд может сходить в магазин два раза в месяц. Магазин, магазин. Упаковые. Вещи. Михаилу я не скажу, что он гениальный или что-то еще. Ну, не будем касаться то, что он там сидит. Это уже как бы не в суть важно. Ну, у человека есть некоторый опыт, во-первых, по работе с видеоматериалами, с видеомонтажом. Сейчас мы занесем и пойдем. Я его отведу в магазин. В последний раз мне жена послала фрукты. Там, киви, персики. Очень счастлив был. Не думал, что фрукты могут быть настолько шикарными просто. Если сравнить здешний ассортимент с вольным, то это значительная разница. А ты что хотел? Ну, я не знаю. Разносило. Мясо, мясо. У тебя мясо хотел. Что делать? Это же не просто так. Денег в зоне как-то геруха нет вообще. Чай, конфеты, печенье. У каждого из нас есть какая-то сумма на лицевом счете, которую мы можем потратить. Так-то нормальный. Если он работает, получает зарплату, деньги перечисляются на счет. Не знаю, я не трачу деньги. У меня их нет. Я именно тот, у которого их нет просто на лицевом счете. Счет пополнить могут, в принципе, родственники. Я пришел проверить, пришли ли мне деньги, и оказалось, что не пришли. Определенную сумму он может потратить в месяц на себя. Конфетки и печеньки. Все, большинство. Массовые ограничения. Это все-таки место лишения свободы. Люди отбывают наказание. Конфеты, конфеты хорошие. Смотрите, мармеладные конфеты. Ну, никогда их не особо не любил, но тут оказалось это довольно хорошая вещь. Ты создал эту фразу. Прежде чем когда пойти, подумай, зачем ты туда пошел. Я не знаю, зачем. Что ты там будешь делать? И вообще, скрыть и тебе туда идти. Пойдемте, уже время. Сейчас, когда он командующий, время решения. Пока он будет принимать решение, я уже освобожусь. Куда пойдем-то сегодня? В люди. В люди? О! Я нормально выгляжу? Отлично, люди, я пойму. Просто чудо. Сегодня в роли оператора у нас в основном выступал Борис. Ну, начало, наверное, просто интерьер, да? Ну, общий план снимай. Хороший аппарат, все, говорит. Техника хорошая. Непривычный все просто. Александр, выбирай какой тебе микрофон. Давай вот по старому. Давай старому, доброму. Нет, если честно, лучше вообще ничего не придумать. Короче, на. Ты сегодня у нас будешь в роли носильщика. Раз роль оператора тебе пока не доверяют. Ну что? Так. Я поднимусь, пойду ребятушу. Давай. Помогут. Как у вас правильно учебный штамповочный цех? Как? Штамповочный, где-то нет. Ага, 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 ага. Ну что, готов? Поехали. Здравствуйте, в эфире. Слушай, раньше она хотя бы пищала. А сейчас она не пищит. Так, так. Так, все, вот пошло. Сказываются первые наши недостатки знания. Попадая пальцами пока не в те кнопки, не туда нажимаю. О, вот и вижу теперь то, что она пишет. Да. Здравствуйте, это телекомпания ИК-2. Как бы работать всем хочется, мне кажется, здесь, так как время быстрее идет. Ну, а работу мы сами не выбираем. Что дают, то и работаем. Честно ли, в принципе, зачем нам далеко ходить? Вот, например, вот эти вот приспособления. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Я не работаю. Пошли. Ну, ладно, пойдемте. Я разобранный. Он все равно снимать. Откуда я знаю, что он разобранный? Я что, работаю, блин, на нем, что ли? С Сергеем у нас уже достаточно плотная творческая спайка. И, то есть, мы понимаем друг друга с полуслова. А с Борисом, конечно, сложнее. Он, как бы, он просто выполняет, не просто выполняет роль оператора, но он не забывает о том, что у нас наш непосредственный руководитель. То есть, он имеет возможность, к большому моему сожалению, на корню рубить мои творческие замыслы. Вот даже сейчас специально для нас запустят вот эту штуку. Вот, снимают процесс вообще сам. Возьми нас, пожалуйста, Боря. Раз. Сейчас снимай, ты пишешь? Ну, ты какого? Скажу машину. Боря, ты меня поражаешь. На той камере здесь нет кнопок, а привычка держать рукой. И постоянно нажимаешь пальцами на кнопки. Как тебе по имени? Роман. Роман. За память его, извините. А, Роман. Колючки, колючки. То есть, колючки вообще никак. Сами себе колючку делаем. Святое дело. Вот эта штука, вот эта большая штука называется ПКЛЗ. А это у нас ЕГАЗА. А, СКЛЕО. ЕГАЗА, потому что она имеет свойство колючих лепестков. Из этого ЕГАЗА прозвали. То есть, теоретически мы можем сами себя обеспечить такой, столь актуальной продукцией? По мере необходимости, конечно. Ну, удовольствия мало, конечно, так как делаем сами для себя. Но так как бы не особо и задумываемся о том, что и куда вообще. Ну, хорошо, пройдем, пожалуй, тогда к более мирной продукции. Более мирной, это на втором этаже у нас плетеная мебель стирается. Очень интересно. То есть, один эффект туда подниматься было? Ну, конечно, я сняю. Может, что, нам не извинилось. Где, 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 где же Борис? Борис! Где Борис? Походу, это не он владеет. Слушай, у них нету, короче, этих готовых образцов подгрузки. А, ну, тогда не пойдем? Помещение не можно подниматься? Я не вижу красную лампочку. А расскажите нам, пожалуйста, ну, что-нибудь вот об этом изделии. Ну, этот стол предназначен для гарнитура. Собирается гарнитур в пределом мебель. В принципе, как сказал один неглупый человек, жизнь каждого человека – это момент перехода от минуты рождения к минуты смерти. И значение этого мгновения состоит в том, чтобы приносить пользу обществу. Нет, слышишь, у меня просто мысль. Вот поэтому по поводу вот этого плаката пару слов сказать, по-любому надо. То есть дай вот ему камеру, мы все-таки заснимем хотя бы вот этот вот коротенький, завершающий стендапчик. Ну, видите, Борис никогда не приемлет для себя роли моего, так скажем, подчиненного. То есть это камера, которой можно сказать, иди сюда. Он никогда не будет, никогда не будет такой. Он Сергей, он понимает, что это профессиональная необходимость. То есть я уважаю его как человек, я уважаю его как личность, но в процессе, в процессе, так скажем, творческого экстаза я могу себе позволить какую-то такую манипуляцию. То есть это для меня, он считает, он для меня это считает простительным. А Борис же нет, Борис же нет. Нормально, да, Борис? Стены цеха номер один украшают транспаранты с лозунгами, которые, несмотря на десятилетия, так и не утратили своей актуальности. Ведь добросовестный труд и примерное поведение, если верить этому транспаранту, а я ему верю, это единственный путь к досрочному освобождению. Все, не узнаете, можно снимать. Четко. Очень слышно. Слушай, вообще картинка, это не просто. Чудесно. Не влюбись в нее. Ля Вито Абеля. Ты что делаешь такое? Я не знаю вообще, что я тут делаю. Тормозуще. Что я вообще сделаю вообще в этом месте, я тоже не знаю, почему меня вообще посадили. Борис все-таки имеет вот такую привычку уходить в самый такой неподходящий момент, когда его помощь особенно нам необходима. Первая наша съемка на новую видеокамеру была произведена Борисом. Таскал ее постоянно с собой, ревностно, никого к ней не подпускал. И Сергею, насколько я помню, дал только на несколько эпизодов. У меня так-то смех смеха, мне самому так-то через 45 минут уже надо идти. В натуре, я что, один здесь буду? Да! О май гад! Борис все-таки подкинул нам достаточно такую крупную свинью. По идее, он просто без какого-либо маломальского инструктажа просто оставил нас один на один со своим компьютером и с этой страшной программой, в которой я вообще ни черта не понимаю. Должен вообще такое понятие. Людей, как правило, мало друзей, на самом деле. Масса знакомых. С программой-то мы худо-бедно справились, но потом... У нас все съемки за прошлые полгода столько весят, сколько одна эта видяшка. Вот что значит Full HD. Эта камера снимает немножко в другом формате, в другом разрешении. И наш компьютер, он так еще не приспособился. Борис вообще, мне непонятна его замысел, мне непонятна его манера съемки. Она более такая сложная, многоуровневая. То, что Александру и Сереже кажется смешной, мне не кажется совсем смешной и наоборот. Увлекся камерой, он снимал много лишнего. Вообще все-таки очень много лишнего. Ну, вряд ли, но друзья, скорее всего, так знакомы. Ну, и опять же, в силу, как вы сказали, большого жизненного опыта, с некоторой настороженностью отношусь к людям. Понял. Так что нам нужно это сделать в любом случае. Чтобы вот завтра зона вот эту вот увидела. О, ну все, покажи, если у тебя получилось. Фу, гора с плеч. Не, Боря, конечно, придет, нас отругает и сделает все по-человечески, но пока что это все, что в нашей силе. Сегодня толкаем вот это дело в эфир, или завтра? Завтра. Завтра. Ну, завтра толкаем это в эфир. Нормально. Разные знакомые спрашивают, кем работал. Сказать геофизик просто, это не сказать ничего. То есть в большинстве случаев непонятно, кто это и чем занимался. Как бы вкратце, геофизические исследования. Различные минералы, породы. Последние, вот, скажем, лет восемь, наверное, работал на гефтяной отрасли. И после освобождения буду востребован, поскольку довольно большой опыт в этой области. До этого я работал, ну, скажем так, на Дальнем Востоке, то есть в Комсомольском области, в Хабаровск, в Владивосток. Была возможность поехать в пустыню, в Саудовскую Аравию, но как бы сам туда уже отказался. У меня, поскольку родился сын маленький, и далеко, далеко и надолго уезжать не хотелось, поэтому... А почему пахнет всегда свежим, вкусным хлебом, а дают мне? Почему так оттенны? Слышишь, мне немного вообще пылья, пальцы. Не понимаю, что... Чай, говорю, сегодня какой-то крепкий, да? Ммм, как ты прекрасно слушаешь. Главное, какую прекрасную веду. Я жил с женой, и она у меня готовила, и все, что говорил, мы его с ним сегодня будем... Значит, сходи, купи то-то и то-то. Что нужно, чтобы приготовить? Там суп, допустим, второе, что-то такое, чтобы все поели. Ну, вот, захотелось им, например, что-нибудь, все, Миша пошел в магазин за шоколадками. Санкцион, не сказать, что очень богатый, но вполне достаточно. То есть, как я уже говорил, в начале 90-х я живу в армию. В сравнении с тем, что нам давали в армию, здесь просто еще прекрасно очень все. Когда была, наверное, работа службы, я как это видел, разу три. Десять дают довольно регулярно. Ну, тогда было начало 90-х, то есть все было гораздо хуже. Довольно неплохо корею, в общем-то. Чего-то писем давно не было? Что? Письма все жду, она, чтобы все не пишет и не пишет. Уже полтора месяца прошло опять. Полтора месяца назад я звонил, она, что, уже месяц прошел? Она, да, все напишу. Ну, все. Так, так все пишу и пишу. Я интернет, может, два письма в неделю получал. Сейчас, раз, полгода, если получишь, то плохо. От кого-то, та, которая любила и ждала? Именно от меня. Нет, здесь как бы учительница по русскому языку. Женщина в возрасте. Может, она передумала, я не знаю, но как-то так по-детски получается просто, как, знаешь, 20-летние девушки, молодые, не хотят, ну, хотят, ну, как раз бросают, они просто чисто это, на звуки не отвечают или не пишут, все, штуку замерзли там, да. Свободно, где бы. Тут точно так же получается. Он бы как бы не ожидал вообще. Вот женщина, как бы, просто какое-то общение предлагала ей. Ну, я ничего сказать, она не знает, что она не знает. Ну, не хотела тебя обидеть. О, а так она не обидела. На ней, я бы думал, она просто знает за как бы, за мое прошлое. Поэтому она там откровенно так все накатала ей. Пооткровенничала. А, кажется, она не знала, понимаешь? Ну, как бы я сказал, она ничего страшного. Все в порядке. А, получилось. По-грубо. Как обычно она получается. Ну, ладно. Все. Пойдемте. Несмотря на какие-то физические увечья, люди все равно умудряются совершать противоправные действия и попадать в места лишения свободы. Проблема таких людей, нахождения их в местах лишения свободы, администрация нашего учреждения решила таким образом, что их всех свели в специальный отряд, приспособленный для проживания таких людей с особенностями здоровья. Мы сегодня решили навестить этих людей, побывали в них в гостях, ознакомились с их бытом. Мы, в принципе, хорошо отреагировали, адекватно. Не то, что были там рады или пытались убежать, такого не было. Мы пообщались с одним из заслуженных. Очень приятный человек, нам все рассказал, понятно, доступно показал. Был полное впечатление, скажем так, после того, как вообще попал в места лишения свободы. Но у нас здесь есть люди инвалиды, есть люди, которым с тяжелыми заболеваниями. Поэтому каждый, мы друг другу помогаем в первую очередь. То есть, чтобы не бросать товарищей в беде, мы оказываем бассейнную помощь. Да, у нас нет возможности, конечно, выйти работать на производство, но это не значит, что люди сидят, ничего не делают. Просто так вообще ни за что, как правило, не сажают. То есть, если человека посадили, значит, почему-то действительно было виноват. Ну, я, соответственно, может быть, я не совсем согласен с сроком осуждения, но посадили меня за то, что я сделал. Проснувшись, умывшись, подходят сюда, молятся. Если возникают какие-то сложные, конечно, религиозные вопросы, ну, тогда они задают их в храме. Желание чем-то, чем-либо заниматься у них есть. Люди занимаются самообразованием, для этого у них есть соответствующие возможности. Действительно, мы здесь ни кем не забыты, и врачи действительно заботятся о нас. Это приятно, действительно приятно. В общем, парни, нам известно то, что до вашего отряда провода нашего кабельного телевидения пока что не дотянулись. Но мы не имели права решать вас возможности смотреть наши колонийские новости. Мы принесли этот выпуск пока что на DVD-диске, потому что нам очень важно знать ваше мнение о том, как мы работаем. Смотрите, и мы ждем ваши комментарии. Все, внимание на экран. Здравствуйте, в эфире новости ЕК-2. Я их ведущий, Федор Михайлов. Основной продукцией цеха номер один является колючая спираль типа ЕГОЗА. Этот вид продукции является приоритетным, так как чрезвычайно востребован не только в ЭК-У ЕК-2, но и в других подразделениях. Просмотрели новости колонийские. Очень понравился сюжет про ботанический сад. Радует душу. Действительно, вот этот сюжет мне больше всего понравился. Ну, это и есть экзотические животные. То, что редко, скажем так, я увижу на отряде. Это же как бы на какое-то время наш дом, и мы в нем живем правильно. Я бы хотел историю увидеть вообще ЕК-2. Вообще, как она создалась. Раньше, говорят, здесь женская колония вроде была. Очень хорошо все сделали, парни. Достойно очень даже. Мы работаем для вас, в первую очередь для вас, и нам очень важно ваше мнение. Всего доброго. Счастливо. Ну что, мы опять победили. Можно будет похвастаться. Борис, еще будет, наверное, придется. Ну, даже начнет он нас ругать, ему скажет, Борис, ты подожди. Вот, несмотря ни на чем, мы все-таки сделали. Ну, нет, это понятно, что он так сказал. Потому что даже я тебе могу сказать, что мы там косяков на пароле не меряем. Но факт в том, что мы это сделали, выпуск в эфире, и все вообще круто. Блин, а все-таки, блин, хорошо то, что мы в свое время все-таки уделили маленько внимания этой монтажной программе. Стояли бы по очереди в монитор башкой, колотились бы, как рыба облет. Общественность нужно информировать своевременно, пока информация не тратила актуальность, понял? Это так, на будущее. Очередное мое умное изречение не к месту. Записывай, наверное. А зачем? Вы должны записывать. Когда я говорю, вы должны записывать. Не, а если кроме шуток? Блин, пошли, короче, в барак, пока ливень не... Ай! Павел у нас задумал освободиться, мы должны ему в этом посодействовать. Павел, да, посодействовал на вас. Все, успокойся. Откровенно говоря, я просто не люблю рэп. У каждого свои идеи. Каждый хочет ее показать, как бы высказать. Привет, Костя. У меня все отлично. Только очень скучаю без тебя. Так, созван. Костя в тюрьму, жена и жена. Показательное выступление, то, что он продемонстрировал, это в первую очередь зритель его воспитания.